Даже несмотря на всю известность, которую она получила со времени премьеры Игры Престолов, осталось ещё немало интересных фактов и открытий, которые можно сделать о талантливой актрисе Эмилии Кларк. Её ждёт по-настоящему невероятное будущее, и вот лишь некоторые из важных историй жизни и карьеры Кларк. Эмилия Кларк стала одной из самых узнаваемых личностей на телевидении благодаря своей роли в популярном сериале HBO Игра Престолов. Помимо Игры Престолов, Кларк появилась и в других громких ролях, включая такие фильмы, как Хан Соло, Звёздные войны истории и Терминатор Генезис. Но до сих пор её самой важной ролью, безусловно, была Дейнерис Таргариен, Кхалиси и Матерь Драконов. Игра Престолов известна как эпичная фэнтези с эпичным количеством откровенных сцен, и Эмилия Кларк снялась в целой куче таких во время первого сезона. В 2017 году она рассказала, – Невероятная вещь всегда тяжелая, всегда тяжелая, потому что она просто не комфортная для многих, многих причин. Также она сказала Entertainment Weekly, что ей было невероятно неловко, когда она посмотрела одну из обнаженных сцен вместе со своей семьей. «А всё закончилось тем, что я усадила их и сказала «Ну так давайте посмотрим», и тут же пожалела об этом. Мой папа сказал, «Что, опять?»» Грэма Нортона явно порадовал этот анекдотичный случай. – Ты смотрел это с твоими родителями? – Да. Кларк также не стеснялась появляться обнаженной на сцене в спектакле «Завтрак у Тиффани», премьера которого состоялась в Театре Корт в Нью-Йорке в 2013 году. Естественно, такое громкое имя, как Кларк, собрало огромные толпы народу, среди которых были чрезвычайно жуткие зрители, которые фотографировали Кларк во время её обнаженных сцен. К сожалению, критики закрыли спектакль после 38 показов. Жаль, что её первый театральный спектакль был запятнан странными зрителями и плохими лицензиями, но, по крайней мере, теперь у неё есть продвейский титул, и, вероятно, в будущем он ей может пригодиться. После своей первой роли в Игре престолов Кларк была завалена предложениями на съёмки, при этом одна крупная франшиза выделялась на фоне остальных. По сообщениям, ей была предложена главная роль в фильме 50 оттенков серого – в первой трилогии теоретически возбуждающих фильмов, основанных на трэшовом бестселлере. В конечном счете Кларк решила отказаться от роли, которая, как известно, досталась до Котти Джонсон, которая снималась вместе с британским актёром Джейми Дорданом на протяжении всей серии. В интервью с Кис ФМ в 2015 году Кларк немного смущалась этих расспросов. – А, да, так же… Кларк объяснила, почему она приняла это решение. 50 оттенков серого, безусловно, могли бы дать ей больше актёрского мастерства, но она хотела не этого. После такого количества обнажённых сцен как в театре, так и на экране, Кларк не хотела, чтобы на ней было клеймо полуэротического жанра. Она говорит, что абсолютно не сожалеет о том, что отказалась от роли, а учитывая отзывы критиков о трилогии, она определённо правильно поступила. Имя Эмилии Кларк можно добавить в список знаменитостей с татуировками. Первая татуировка Кларк была посвящена её роли в фильме До встречи с тобой, где она сыграла смотрителя с большим сердцем из татуировки шмеля. И угадайте, какую татушку Кларк набила на мизинце. – Я получила бамблбей. – О, и что это? – Это так ужасно! – Я так ужасно! – Это ужасно! – Это ужасно! – Бамблбей. – Бамблбей. – Бамблбей. Естественно, Кларк захотела сделать татуировку после Игры Престолов, и угадайте, какую картинку она выбрала на этот раз. – Я был в татуировке в татуировке, пытаясь сделать поздравление. Они сказали, что они были в татуировке, потому что вы пришли, чтобы получить татуировку дракона? – Да. Пускай это и не самые крупные драконы в мире, зато подходят её теме. Кларк, судя по всему, рождена, чтобы стать актрисой, учитывая, что её отец работал звукорежиссёром в театральном сообществе Лондона. После первого же спектакля, который Кларк увидела ещё в детстве, она осталась в восторге и тут же влюбилась в театр. Тем не менее, её отец не особо поддерживал её выбор. По сути, он взял её на настоящее прослушивание в Вест-Энде, в надежде отпугнуть её от профессии. Она категорически провалилась, придя абсолютно неподготовленной и исполнив народную песню. Но она продолжала следовать своей мечте и сказала, что единственным советом отца было, «знай о подводных камнях профессии» Он напомнил ей, что актёры редко зарабатывают на жизнь, особенно в старости, и даже сказал ей, единственная фраза, которую ей нужно вызублить – это, «Соус к картошке не хотите?» Мы уверены, что у её отца были благие намерения, но поклонники по всему миру должны быть рады тому, что Кларк не сошла с этого пути. В конце концов, она пришла в престижный драматический центр Лондона, а остальное уже история. После выпуска у Кларк было довольно тихое начало. Она снималась в рекламных роликах и британских сериалах – таких, как Врачи, и даже в ужасном фильме sci-fi Атака из триасового периода. В 2010 году компания Screen International назвала её одной из будущих звезд Великобритании, и они оказались правы. Она выиграла в прослушивании Игры Престолов, и это изменило всю её жизнь. Но Кларк всё ещё вынуждена была оплачивать все свои счета. Сообщается, что в то время, когда она получила роль, она работала на шести работах, будучи даже риелтором. Из-за важности этого прослушивания Кларк на этот день взяла больничный, и, очевидно, это стоило того. Она в итоге получила роль всей своей жизни и быстро стала одной из самых знаменитых молодых актрис в киноиндустрии. Отличный выдался больничный. Тот факт, что Кларк вообще попала на прослушивание для Игры Престолов, сам по себе очень необычен, учитывая, что к тому времени, как ей позвонил агент, уже была отснята пилотная серия. Однако первоначальный пилот оказался абсолютно неудачным. И если вы считаете, что это просто мнение фанатов, это не так. Сами создатели сериала – Дэвид Бэйньюф и Дебби Вайс – говорили о том, что в нём было неясное повествование, мелодраматические смерти и плохой актёрский состав. В конце концов, они пересняли около 90% этого эпизода. Создатели вежливо отказались обсуждать, почему они выбрали новую актрису на роль Дейенерис, которую первоначально исполнила Тамзин Мерчант, известная прежде всего по таким ролям, как Кэтрин Ховард в сериале Тюдоры. Оригинальный пилот так и не увидел свет, но сейчас невозможно представить другое лицо Дейенерис. В течение семи сезонов она была номинирована на несколько наград Эмми и подстроила персонажа под себя. Скорее всего, её будут называть Матерью Драконов далеко не один год. Эмилия Кларк призналась, что её прослушивание для Игры Престолов приняло довольно странный оборот. До прослушивания она часами изучала Википедию, чтобы узнать больше о песне Льда и Пламени Джорджа Мартина, на которой и основана Игра Престолов. Как она рассказала Джимми Феллану, шоураннеры Бэйн Йоффе Вайс спросили её о других талантах после того, как она прочитала несколько строк диалога, и они попросили её станцевать. После этого она явно не особо надеялась получить роль, но мы-то уже знаем, что закончилось прослушивание как нельзя лучше. Кларк, может, и рассмешила шоураннеров, но они всё же увидели нотку той замечательной интенсивности, которую она использует, чтобы оживить Дейенерис на экране. Судя по всему, они были поражены её игрой. До недавнего времени Эмилия Кларк держала один период своей жизни в полном секрете. В трогательном личном эссе, опубликованном в газете New Yorker в марте 2019 года, она рассказала, что пережила очень серьёзную проблему со здоровьем. Во время сеанса с её личным тренером Кларк пострадала от изнурительной аневризмы мозга. Только треть пациентов выживает после такого диагноза, но ей повезло. После минимальной инвазивной формы операции на головном мозге Кларк узнала, что в другой части её мозга тоже была мелкая аневризма, которая также может принести проблемы. Измотанная и частично зависимая от морфина Кларк смело вернулась к работе и продолжила сниматься в Игре престолов. Затем, в 2013 году, принесла проблемы вторая аневризма, которая требовала гораздо более инвазивной операции. И ей предстояла невероятно трудная дорога к выздоровлению. В своем эссе Кларк пишет, что сейчас она, цитата, «поправилась на сто процентов». Она также основала благотворительную организацию под названием Same You, чтобы помочь пациентам, страдающим от инсультов и других травм головного мозга. Кларк – профессиональная актриса и общественный деятель, и её смелое решение рассказать о самом сложном периоде жизни многое говорит о её характере. Несмотря на её личные успехи, 2016 год был трудным для молодой звезды. После выхода Великобритании из Европейского союза, а Кларк является британкой до мозга костей, она потеряла члена семьи вскоре после голосования, и обе ситуации выбили её из колеи. Отец Кларк много лет страдал от рака и скончался в июле 2016 года. К сожалению, она не смогла быть рядом с ним в последние дни его жизни. Его здоровье ухудшалось, пока она снималась в Кентукки. После короткой съемки она наконец приехала в Лондон, но узнала, что он уже скончался. Это оказало решительное воздействие на актрису, особенно учитывая, что она должна была вернуться на съемочную площадку Игры престолов спустя всего лишь три недели. Но она сказала Rolling Stone, что этот опыт сделал её сильнее. После смерти отца она поблагодарила медсестёр, которые заботились о нём, и поклялась, что с этого дня она всегда будет поддерживать медицинское сообщество Англии. В 2018 году она стала послом Лондонского Королевского колледжа медсестёр, присоединившись к компании за финансовую поддержку со стороны Британского правительства и Национальной службы здравоохранения Англии. Когда актёры клянутся хранить секреты во время съёмок одного из самых популярных сериалов в мире, вполне очевидно, что они становятся близкими друзьями. Кларк не исключение. История Дейенерис началась со свадьбы с Кхалом Дрога, которого сыграл будущий Аквамен Джейсон Момоа. Эти двое стали хорошими друзьями, пока жили вместе в Марокко. И пускай Дрога погиб к концу первого сезона, Момоа и Кларк остались очень близки. К тому же они называют друг друга, цитата, «Луна моей жизни» и «Моё солнце и звёзды» По сей день Момоа оказывает чуть ли не максимальную поддержку Кларк, и поклонники всегда в восторге, когда видят их вместе, например, на главных выставках Комик-кон, где Момоа появился неожиданно для всех, в том числе и для Кларк. Теперь, когда сериал подходит к концу, Кларк почти наверняка закроет сюжетную линию своего персонажа вместе с Китом Харрингтоном. Он играет задумчивого Джона Сноу, которого все считали бастардом, а на самом деле он оказался кровным родственником Дейенерис и по совместительству её парнем. К счастью, она и Харрингтон прекрасно проводят время на съемочной площадке, особенно когда шутят над совместными любовными сценами. – Я думаю, что это может быть реакцией. – Я люблю смотреть на нее и говорить, что, о, Господи, извините. Эта пара дружила с первого сезона, и каждый из них рад закончить историю, будучи рядом друг с другом. Дейенерис пришлось попутешествовать по чужим землям, и часто пешком. В начале Игры престолов она отправилась в долгое путешествие из Родины дотракийцев на той стороне Узкого моря в Вестерос, чтобы вернуть себе железный трон Семи королевств. По пути она посетила залив драконов, а затем взяла под контроль несколько рабских городов, прежде чем, наконец, оказаться в Вестеросе в седьмом сезоне. Благодаря этой сюжетной линии Кларк пришлось путешествовать по некоторым экзотическим съемочным местам за эти годы, включая Хорватию, Ирландию, Исландию и Испанию. Как и её персонаж, Кларк стала путешественником в молодом возрасте. В 16 лет она отправилась в поход через Северную Индию, продолжая путь в Тибет, путешествуя, чтобы развеять прах своей бабушки, которая родилась вдали. Несколько лет спустя она совершила аналогичное путешествие по Юго-Восточной Азии и Южной Африке, доказав, что она такая же авантюрная, как и её персонаж. И в этом нет ничего удивительного. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про Игру Престолов, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok